Каждый родитель должен своему ребенку дать прочитать Маяковскому, что такое хорошо, что такое плохо. И когда ребенок поймет, что такое хорошо, что такое плохо, здесь можно это уже приводить к нашему времени. Нормальные родители, я считаю, те родители, которые переживают за ребенка и вводят в поле его здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – это не только питание, это все-таки быт, то, что тебя окружает. И получается то, что я, предположим, отслеживаю своей дочке количество нахождения в интернете. Я однозначно проверяю все ее социальные страницы, ее переписку. Это не послушка, это не такой контроль, но это отцовский контроль, потому что 14 лет и, знаете, такой возраст, когда нужно проверять. А вот это вот из информации, которая наливается на моего ребенка, конечно, я стараюсь ее оградить. К сожалению, век технологии, где через нас проходят миллиарды, миллионы, 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 миллиарды информации, да, и какая-то информация на какого-то человека, она действует. Это ритм продаж, интеллектуальный ритм продаж, информационный ритм продаж. В любом случае вся реклама, которая через нас проходит, она, еще раз повторяю, она цепляет того человека, который может купиться на какой-то информационный повод. Это одна история. Огромное количество ложной информации, которая проходит, опять же, через себя, включая именно политику, именно общественное осознание. Вот это самое страшное, когда человеку сто раз скажет, что он дурак, но на самом деле он, может быть, на 101-й будет сам думать, что он, слушай, на самом деле он дурак. И вот эта вот информационная борьба, она очень, она очень такая, знаете, она очень сложная, она очень пагубная, она очень сильная, и люди, к сожалению, некоторые ведутся. Это вторая сторона истории. Третья сторона истории, это такой, это уже, это психологическая атака, когда я не хочу видеть, я не могу заблокировать, и люди становятся нервные, люди становятся агрессивные. Но как это поле убрать, я считаю, что все-таки каждый человек может это сделать, по крайней мере, эту информацию от себя исключить. А как ее исключить? Да больше надо ходить, посещать каких-то театральных мероприятий, художественных мероприятий, в конце концов, выставки, картины, галереи. Вот здесь ты знаешь, что ты получаешь заряд эмоций, заряд культуры, и тем самым ты себя спасаешь от вот этого интернет-зависимости.